В часы постойного прессинга, нехай спорт поддерживает тебя! Коман! ОМТВЮА про головное. Есть у них и другая артиллерия, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Зеленский сбежит, вооруженные силы Украины не будут воевать с россиянами-окупантами. Украинская противовоздушная оборона подавлена. Послушайте, чем российские пропагандисты кормили российское население два года назад. Что касается руководства Украины, я уверен, что в ближайшее время оно покинет страну. Наши военные высокие профессионалы-специалисты, они сделают свою работу максимально эффективно с минимальными человеческими жертвами. Естественно, в том числе с минимальными потерями с нашей стороны. На данном этапе мы видим, что то, что задумано и то, что поставлено, оно получается. Поэтому сегодня я могу сказать буквально следующее. Первое. Меня берет гордость за нашу страну, за нашего президента, чтобы он принял такое решение. Слово ключевое – гордость. И я больше чем уверен, что задача, которую президент поставил, она будет выполнена точно и в срок. А на сегодня те задачи, которые поставлены, задача дня, у нас есть военное понятие, задача дня, они выполнены. Завтра будет продолжена доразведка целей, нанесение ударов по особо важным объектам, особенно касаясь системы ПО. Я думаю, завтра полностью небо над Украиной будет в руках России. Это уже предопределит исход той задачи, которая поставлена президентом России. В отдельных частях, которые призваны только из запаса, многие просто ставят боевые позиции. И это они поймут, в том числе и с точки зрения неких морально-этических норм. Скажут, я с русскими воевать не собираюсь. Ты знаешь, вот сейчас пока ты перелистываешь страницу, вот Дмитрий сейчас сказал очень хорошую фразу. Это такое глобальное Дебальцево. Иловайск Дебальцево. Данные средств разведки показывают, что подразделения военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Министерство обороны Российской Федерации назвало полным враньем заявление главкома ВСУ Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники. Это по поводу сообщений в соцсетях и вообще везде, которые пока не верифицированы. Это верифицировано. Минобороны РФ еще одно заявление. Воскоточным оружием уничтожается авиация ВСУ. Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. После того, как военные закончат свою работу, они оттуда уходят. Остаются полицейские силы Российской Федерации, которые при помощи оппозиционной этой платформы и так далее, и так далее, и так далее, собирают Верховную Раду тех, кто не разбежался, а тех, кто разбежался, и Рада самораспускается. Сами придут и попросят этих переговоров. Но не сейчас, не сразу. А что касается Зеленского, то его падение, на мой взгляд, практически предрешено. Зеленского, то его падение, на мой взгляд, практически предрешено. Зеленского, то его падение, на мой взгляд, практически предрешено. Зеленского, то его падение, на мой взгляд, практически предрешено. Зеленского, то его падение, на мой взгляд, практически предрешено. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА